пару слов в общем решил про новые dlc которая выходит 9 мая и в первую очередь что мне было интересно так то все понятно я думаю уже и так все все это знают но вот у культистов есть такая фишка что если старый стартовать за них давку требует жертвоприношения и какими-то то бонусами награждает мне было интересно механика что это вот это поглядел поглядел нашел одного стримера что этот ивент у него сработал и я вот как раз него хотел начать это в принципе основная цель про что я и хотел рассказать так в общем если что культисты начинают с четырьмя культистами в отстойные экипировки и там многие культисты присоединяются бесплатно и всякое такое и вот это жертва вот в общем срабатывает ивент вот такой вот и там нужно выбрать кого принести жертву два персонажа к нам даются на выбор и отказаться нельзя то есть в любом случае одного придется пожертвовать никак нельзя отказаться от этого всего два выбора один или второй по имени и нужно еще по имени сразу сориентироваться кто это будет непонятно кого-то пожертвовать кого как зовут уже это все будет тогда удержать в голове так сказать и дальше когда кого-то жертвуем вот альфгейра тут пожертвовал человек и получилось что культисты сразу впадают в эмфорию и повышают вот у стартовых культистов есть такая свечечка сейчас следующие дальше покажу что она значит такой трейд добавляется и у кого не было я так понял что они получают свечечку у кого была свечечка становится второго уровня что там дальше если третий уровень и дальше я уже не знаю потому что вот один раз работал ивент единственное что я увидел и в чем проблема что все не культисты ухудшается у них он настроение сразу красная там до нуля практически головой там в общем под моль и соответственно без смешного порошка никак не удастся избежать их ухода то есть это грубо говоря все не культисты сразу и до свидания из армии потому что в на ранних стадиях запастись в больших количествах смешным порошком точно не получится в итоге мы имеем вот такую проблему и очень большой дикий рандом вот с этим вот ивентом но дальше значит что дает свечечка в принципе она того далеко не стоит оказывается так качество скажем я полно отстой но как у меня там было на этом стриме там больше не поставить в общем от свечечка первого уровня от которого стартовых братков если которые вот после этого ивента получают другие культисты как я понял дает плюс 5 резолва и типа нет проверки на мораль когда убирает союзник то есть если союзник умер у кого-то это свечка есть они не будут от этого портить свой флажок белый там ну и упадет мораль а дальше 2 уровня свечечка которые вот получили после этого ивента те у кого было первое становится не плюс 5 а уже а плюс 10 резолва и еще добавляется один дополнительный бонус что нет также проверки на мораль когда здоровье теряет крутись то есть он у него не падает мораль никогда союзник умирает никогда и он терять здоровье вот так вот-вот и все что мне пока удалось узнать конкуртиста если есть какая еще инфа у кого крыш на он будет тоже интересно мне это узнать потому что культисты мне вот интересно очень даже дальше у нас на так вот все это скорее всего все уже знает Но все равно я так в двух словах расскажу Что тут у нас есть Это культисты, видимо, самая сложная игра Из-за этого ивента Наверное, второе идет по сложности Это одинокий волк Там, где играешь за Херчка Да, вначале крутой У него дурочный меч первого уровня Броня, звезды в атаке, защите И вносливости В общем, он прям топовый И суперкрутой Его вряд ли убьют, если его вначале Прокачать уже Но проблема в том, что в ростере всего Может быть 12 человек То есть не как 20 в обычной игре, а 12 Это прям вообще мало, то есть нужно универсальный Одной армии и вообще все убивать Нельзя там уже будет вот в этот бой Того перетянул, всего В общем, надо играть 12 человек Поэтому универсальная армия И как бы в этом вот сложность Дальше у нас, ну старт, конечно, проще намного За счет этого, но вот уже дальше Будет посложнее Так, бисслейеры С одной стороны, интересно Потому что Там 3 бисслейера В общем, там какие-то звериные трофеи Сразу есть Какая-то приличная экипировка Видит дальше следы Они, я так понял И Каждый Зверь Убитый Имеет 25% шанса Дропнуть дополнительный трофей Это как бы очень даже неплохо Особенно, когда там линтвурмов Если пофармить Там можно выносить по 15 тысяч сбоя, наверное Но вопрос в том Что У них есть негативная вот эта вот Опция Что Цены на 10% хуже Я так понимаю, что везде Ну это как бы Не очень приятный бонус На долгую игру Чтобы там Уники покупать И все Там броники и так стоят По 50 там Тысяч Которые А больше 40 Лучше вообще даже больше 35 Не носить Из-за вот этого ивента На прошение зарплаты Поэтому тут еще дороже все будет Сомнительно Дальше у нас Что тут еще есть Рейдеры Так Значит Три Опытных воина И получается Вроде бы здесь Две фракции Враждебные Сразу Одна Нет Но тут можно просто Грабить крован Они сразу неплохие У них там какой-то шмот Есть уже В принципе Довольно таки Все Не сложно Одной фракции Достаточно Чтобы начать Вот так вот У них бонус Что повышенный шанс Выбить Ну что С пораженных противников Выпадет какой-то лут То что бывает Убьешь Оп не упал Там О Этот полиарм Хочу забрать Оп ничего не выпало У них Повышенный шанс Насколько Вроде бы не написано Дальше у нас идет Ополчение Там сразу Начало с 12 Ополченцами И можно в бою иметь Не 12 А 16 Человек И В ростере всего 25 Вместо 20 Может задержаться Но Нельзя с ними Нанимать Этих самых Всяких Кого-либо Кроме Вот этих Лоуборнов Бэкграундов Короче Только низшие Бэкграунды Нельзя никаких Военных Хешкнайтов Селсвордов И так далее Там можно Про них забыть Вообще Без них Придется играть Это конечно Несколько печально Но В эндгейме Конечно Это будет Общая 16 штук Если прокачать Там Вообще Никаких Проблем Нигде не будет Дальше У нас идут Дезертиры Дезертиры Достаточно Интересны И очень В принципе Просто Начинать Потому что У них У всех Есть Они всегда Ходят в первом Акте Первыми Это значит Можно Просто Путешествовать Делать Делать Квест Квесты Всякие Посылочки Чтоб Баблишко Поднять Вначале Очень Просто От кого Угодно Убежать Из-за того Что они Всегда Ходят Первые В этом Плане Конечно Очень Просто Но У них Конечно Есть Один Я так Понял Только Один Дом Одна Фракция Враждебная Изначально Наверное Так И Все Дезертиров Известно Что Слабая Мораль Но Зато У них По-или-менее Остальные Параметры Бывают И Необязательно Их Использовать Всех На передовой Что В принципе Это Ну так Для торговли Тоже Неплохой Старт Чтобы Начать Баблишко Поднять По-изи Дальше Идут Браконьеры Что Тут У нас Три Этих Самых Стрелка Там Вроде Бо Даже Сразу Один Дается Из Них Как Он Называется Хантер Это Топовый Стрелок Бэкграунд Из Трех Вот И Получается Что Они Написано Что Двигаются Быстрее Но Я Как-то Не Обратил На Это Внимание Там Чуть Посмотрел И Как Там За Кого Играется Так И Всегда Получают Да Информацию О Врагах Возвес То есть Когда Неизвестная Локация Если Всякие Там Склеп И Все Где Непонятно Что За Враги Пока Туда Нападешь Иступишь Бой То Они Как Обычные Другие Все Локации Видят Где Какие Враги И Можно Сразу Заранее Уже Подбирать Состав Так Сказать Армии Кого Туда Брать Но У них Штраф Что Сумка Меньше В общем Они Меньше Приметов Могут Носить В инвентаре Дальше Караванщики Вот Это Тоже Мне Интересно Для Долгой Игры Мне Кажется Это Очень Неплохая Штука Потому Что У них Есть Такой Бонус Что На 10% Лучше Цены И Для Покупки И Для Продажи Очень Даже Неплохо Но У них Старт Идет Без Известности И Она Набирается В два Раза Медленнее Обычного Самое Главное Про Культист Что Я хотел Сказать Это Так Чисто Вдруг Кто Чего Не Знал Все